Думать о будущем с молоду. В школах, высших и средних учебных заведениях Волгоградской области в рамках Всероссийской акции прошел единый день пенсионной грамотности. Молодежи рассказали о ее будущих пенсионных правах и способах увеличения пенсии. Хорошим подспорьем в деле знакомства подрастающего поколения с существующим законодательством в этой сфере станет новое учебное пособие. Его презентация, на которую побывала наша съемочная группа, состоялась в областном отделении пенсионного фонда. Слово Светлане Олегбаровой. Просто понятно и доступно. Именно так молодежи рассказывают о будущей пенсии в новом учебном пособии. Что из себя представляет пенсионная система, как получить страховое свидетельство, как формируется трудовая пенсия, что нужно делать, чтобы увеличить ее размер. Ответы на эти и другие вопросы как раз и дает издание. Оно, кстати, уже второе по счету. Первое увидело Свет в 2011 году в рамках программы повышения пенсионной грамотности, инициированной ПФР. И как отмечалось на презентации по сравнению с предыдущим учебником, в этом учтены те изменения в законодательстве, которые произошли за последний год. Этот учебник специально создан для молодежи, чтобы она имела информацию, когда делает первые шаги в своей жизни, именно в трудовой деятельности. Молодежь должна четко представлять, на что, на какие моменты она должна обращать внимание при поступлении, при обращении к работодателю. Думая о будущем, я понимаю, что оно наступает достаточно быстро. Эту фразу, принадлежащую Альберту Эйнштейну, молодежь сегодня активно примеряет на себя. То есть программа повышения пенсионной грамотности дает свои результаты, что подтверждают и представители волгоградского студенчества. Мне приятно, что мои коллеги в студенческом самоправлении, мои одногруппники, однокурсники, гораздо меньше стали задавать вопросов по поводу того, что действительно пора думать о пенсии. Это действительно приятно. Я думаю, что, наверное, подобные шаги пенсионного фонда действительно достаточно эффективны и нужны в нашей стране, потому что страна продолжает преобразовываться. То, что молодежь нынче подкованная в плане пенсионных вопросов, подтвердилось и в ходе общения, которое проходило с районами области в режиме видеоконференции. Студентка из Волжского Светлана, уже имеющая опыт работы, интересовалась программой государственного софинансирования пенсий. Специалисты рассказывали о программе софинансирования от 1000 на 1000. Действует ли эта программа сейчас и кто ее может воспользоваться? Да, программа действует и вступить в нее еще возможно, вплоть до 2013 года, ответили специалисты пенсионного фонда. Еще о способах увеличения размера будущей пенсии, как и о других аспектах пенсионного законодательства, они будут рассказывать в ходе специального учебного курса. Первые лекции в вузах, училищах и школах прошли в день пенсионной грамотности, а продлятся они до декабря. Кстати, в прошлом году данный учебный курс охватил около 14 тысяч студентов и старшеклассников из 400 учебных заведений нашего региона. Светлана Олегбарова, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба. Продолжение следует... Продолжение следует...